Всем привет, это Миша и сегодня я продолжаю свою серию видео про Америку, ну а точнее про минусы Америки, ну вернее то, что люди называют минусами и с чем я не согласен. Сегодняшняя тема одна из самых животрепещущих, потому что связана она с деньгами, финансами, ну и так далее. Значит, ну, вначале я просто хочу в качестве вводного слова рассказать немножко о том, что именно в Америке происходит, ну и с деньгами, как ими пользоваться и так далее. Ну, это звучит глупо, но на самом деле люди действительно иногда спрашивают. На деле в Америке в ходу в большей степени наличные деньги и кредитные карты, в принципе, практически везде можно заплатить, как кредиткой, так и наличными. Есть какие-то редкие исключения, но это вот именно что исключения редкие. Достаточно распространенный Apple Pay, ну, в принципе, наверное, самым таким ярким моментом с Apple Pay было то, когда я на футбольном стадионе, значит, в толпе успел чуть-чуть из толпы выйти, купить пиво и, чтобы не доставать кошелек из кармана, не доставать карточку, просто, значит, телефоном заплатил. Вот, то есть на стадионе в каком-то таком лотке я купил пиво, используя Apple Pay. Вот, ну, а также используются для некоторых вещей чеки. Значит, чеки, в принципе, используются, естественно, нет, ну, может быть, где-то они используются еще для чего-то, но, как правило, они используются либо, когда людям дают зарплату, ну, это в таких местах, скажем так, может быть, где каких-то наемных, ну, наемные рабочие какие-то вот такие, ну, разовые, я не знаю, или еще что-то. Ну, и также чеками довольно часто, ну, это единственный даже, может быть, способ заплатить, например, за продленку в школе. Ну, вот это буквально сегодня я платил чеком. Ну, на самом деле, конечно, это немножко может поначалу казаться таким чем-то странным, но могу сказать, что, честно говоря, это достаточно удобная вещь, потому что, ну, банально, я, допустим, машину покупал, первый износ надо нести, отлично, я просто выписываю чек, прихожу, мне не надо снимать наличные, мне не надо, там, тащить карточку, ну, потому что с карточки, на самом деле, ты так просто, ну, много денег можешь не взять. Ну, наверное, может сделать перевод с дебетовой карты, но, или ей, ну, просто ее где-то там провести, но, в основном, так могут возникнуть вопросы. Итак, например, моя жена, когда платила за пластическую операцию, она принесла кредитную карту, ну, вернее, дебетовую карту, провела ее, но также ей пришлось записать заявление о том, что она согласна на то, что с ее счета снимут такую сумму, то есть, по всей видимости, большие суммы проходят какую-то проверку. Таким образом, иногда с чеком, как бы, это все проще. Хотя, опять же, если большая сумма с чеком, тоже, может, могут быть, наверное, какие-то вопросы. Что касается наличных, то все их прекрасно знают, все их видели, и, пожалуй, единственным исключением является 2-долларовая купюра. Я их видел, у меня есть несколько, а вот так, именно, чтобы в ходу, я не видел их ни разу. То есть, скажем так, ну, я их достал, достал, как бы, специально. Вот, а в остальном, причем были истории, что кого-то даже там чуть ли не арестовывали, ну, потому что вообще неожиданно было, потому что, ну, не все даже знают, что они существуют, 2-долларовые купюры, хотя они полноценные деньги, ими, в принципе, можно платить. Когда-нибудь я, наверное, попробую где-нибудь ей воспользоваться, наверное, будет забавно. Вот. Ну, а теперь переходим непосредственно к списку моих, так сказать, минусов. Вернее, не моих, а минусов других людей. И, пожалуй, первый из таких минусов – это утверждение о том, что в Америке есть большая проблема, что налоги, ну, а именно НДС не включен в цену товаров в магазине. Соответственно, ты приходишь в магазин или смотришь на сайте, и, допустим, что-то стоит 100 долларов, а на деле ты приходишь на кассу, и это стоит 170,5 долларов, например. Это просто проблема сильно надуманной. Да, может быть, оно было бы немножко удобнее, если бы, там, ты приходишь в магазин, у тебя уже финальная цена, но я просто не вижу проблемы, а – посчитать, б – вообще, ну, зачем считать? То есть ты, как бы, ну, как правило, сравниваешь товары по цене, допустим, ага, эта колбаса дороже, эта дешевле, да, но тебе по-любому нужна колбаса, и ты купишь, ну, хорошо, более дешевую, но она более дешевая, как ни крути. Вот, ну, и некоторые люди говорят, что вот проблема, допустим, на дорогие покупки, там тот же айфон, да, там будет налог, грубо говоря, 100 долларов. Ну, опять же, ну, во-первых, если ты покупаешь айфон, наверное, ты покупаешь его не на последние деньги. Ну, по крайней мере, мне так кажется, как-то глупо покупать айфон на последние деньги. Во-вторых, ну, слушайте, ну, да, ну, 100 долларов, ну, опять же, это все легко посчитать, и это же не сюрприз, да, то есть все, кто живут в Америке, про это знают. На самом деле, такая же история еще есть и с машинами. То есть, когда ты покупаешь машину, ну, у нее тоже налог, и вот это уже налога не 100 долларов, это уже может быть полторы, там, тысячи, две и так далее, ну, в зависимости от стоимости машины. И вот это уже чуть-чуть более существенно, я вам так скажу, но, опять же, ну, как правило, машины в Америке покупают, или в лизинг, или берут их, или покупают в кредит и так далее, то есть, это не то, что ты пришел, выбрал на последние деньги машину и, опа, налог еще. При этом я не уверен, я, честно скажу, я не знаю, есть ли налог такой на покупку поддержанных машин, я подозреваю, что, может быть, нету. Так что, я просто не вижу здесь большой проблемы. Да, это может быть какое-то маленькое неудобство в очень ограниченных ситуациях, когда у тебя там последние 10 долларов, у тебя вообще больше нет денег, и ты, значит, набираешь, получится у меня там купить, значит, все колбасы и хлеба, или не получится на них, но, опять же, мне очень сложно, понятно, такие люди есть в Америке, но мне очень сложно представить, что это массовая проблема, и вот, что налог, ну, во-первых, если у людей такая ситуация, то налог – это последняя их проблема в жизни, потому что у них, кроме налога, еще их вагон и маленькая тележка. Номер два в моем списке – это необходимость подавать налоговую декларацию. Ну, я, честно скажу, я сам не подавал, потому что подавала за меня моя жена, она, в общем, ее жене, за всю семью, она у меня умная, поэтому она занимается такими вещами, и, насколько я помню, это за него у нее, ну, буквально несколько часов, поэтому я тут особой проблемы не вижу, зато ты прекрасно видишь, собственно, на что, ну, сколько ты платишь налогов, и у тебя есть некоторое понимание того, что эти налоги должны на что-то идти. И, опять же, ну, появляется эта культура, так сказать, вот, на что идут мои налоги, и потому что люди действительно видят, что они платят налоги, и, как правило, чем больше у тебя зарплата, тем выше процент налогов, которые ты платишь, и при этом, поскольку налоги есть, как бы, федеральные, они, там, единые на всю страну, есть налоги штата, есть, я не знаю, локальные какие-то налоги, я не знаю, есть или нет, с зарплатой, допустим, но, как минимум, есть налог штата, и налог штата меняется, ты видишь, и ты думаешь, ага, значит, губернатор поднял налог, ну, и, может быть, за него не стоит голосовать, или, там, наоборот, стоит, потому что он, там, на эти деньги что-то хорошее сделал. Так, допустим, в прошлом году президент Трамп понизил федеральный налог, и, соответственно, банально, да, я просто стал получать больше, я это, ну, это, в принципе, не в декларации налог увидел, я это увидел в той сумме, которая приходит мне на счет. Вот, кстати, платить налоги, в принципе, самому не обязательно, то есть, практически, если вы работаете, ну, на какую-то организацию, то она, как бы, вам дает зарплату и просто уже с вычетом налогов. Если по какой-то причине с вас вычитают больше налогов, чем нужно, а такое может быть, например, ну, если у вас, там, дети, ну, короче, по каким-то причинам, такое может быть, то после подачи декларации, соответственно, там получается, высчитывается, сколько вам должны денег, и, соответственно, государство вам их может вернуть. Или, наоборот, сказать, доплатить что-то, но доплатить что-то, это, в принципе, как я понимаю, в основном только если были какие-то доходы, которые, с которых, как бы, деньги никто не брал. Вот. Соответственно, опять же, это не то, что можно назвать минусом, это, ну, небольшая особенность, да, там, пару часов нужно на это потратить, но, типа, я не думаю, что есть в этом какая-то большая проблема. Номер три в моем списке, это жалобы на то, что в Америке большие штрафы дорожные, и, например, эвакуатор может стоить 600 долларов, при этом обычно формулировка такая, я вообще соблюдаю правила, ну, вот, однажды я торопился, я что-то, я это, ну, я бросил машину, где попало, и меня штрафовали, о, ужас, и вот, там, 250 долларов, 500 долларов и так далее. Ну, во-первых, все-таки 500 долларов для американцев, это не то же, что и 500 долларов для россиянина, да, ну, может делить на 5, на 10, ну, плюс-минус, да, в Москве может на 5, там, в Брянске на 10, чтобы почувствовать, сколько это, как бы, ну, насколько это реально, как бы, значимая сумма, то есть, допустим, 500 долларов для американцев, ну, то же самое, что 50 долларов для жителя Брянска. Ну, существенно, да, критично, ну, наверное, нет, то есть, большая часть, все-таки, там, 3000 рублей она может потратить. Вот, хорошо это или плохо, я считаю, что это, в общем, в целом, не минус, потому что, ну, как минимум, просто можно не нарушать правила, и, допустим, штрафы за превышение скорости и так далее, ну, вот я уже езжу на машине здесь полтора года, и тогда журу больше, и у меня вообще нет ни одного штрафа, ни одного штрафа ни за превышение скорости, ни за парковку, ну, при том, что я обычный водитель. Короче говоря, ну, я не вижу тут проблемы, потому что, ну, просто соблюдайте правила, и все, да, если вам срочно что-то понадобилось, ну, бывает. Кстати, например, такой момент, я, честно, как бы сам не знаю, просто слышал, что, допустим, в Америке, в Москве есть проблема с парковкой около больниц, да, вот человек приезжает в больницу, торопится, бросает машину, его штрафуют, не знаю, правда или нет, но в Америке, когда ты приезжаешь на парковку, к больнице, ты паркуешь машину, в большом паркинге есть места, идешь в больницу, наверное, есть исключение, но, опять же, как правило, парковки везде есть, и ты везде можешь припарковать свою машину. Да, иногда за это надо заплатить, но, опять же, я не вижу здесь большой проблемы. Хотя платные парковки и платные дороги, это тоже часто упоминаемый людьми минус, но об этом будет в серии, где я буду рассказывать про минусы транспорта в Америке. Номер 4 в моем списке – это кредиты. То есть то, что люди утверждают, что вот такая проблема в Америке, все плохо, потому что вокруг кредиты, все в кредит, везде кредит и так далее, что нельзя жить не в кредит. Ну, я не понимаю, в чем проблема, ну, не живите в кредит. Вот я честно скажу, мне никто не навязывал ни кредитную карту, мне никто не навязывал кредит на машину и так далее. Я думаю, если бы я пришел в автосалон и сказал, ой, ребята, вот у меня есть там пачка наличных, дайте мне машину, мне бы сказали, да, зашибись. Вот. Поэтому я не понимаю, в чем здесь проблема. Людям не дается дополнительный финансовый инструмент, если они просто не в состоянии себя как-то контролировать и там начинают набирать кредиты, залезать в долги. Ну, слушайте, это, по ходу, проблема этих людей, а не проблема Америки или тех, кто просто пользуется кредитами. Тут еще есть тема про кредитную историю, но, опять же, как и в случае с платными дорогами, это будет в другой серии, потому что это все-таки, ну, скажем так, кредитная история, это, скорее, большой брат, да, это не проблема именно финансовых расчетов. Но, тем не менее, я не вижу особых проблем с кредитами, просто потому что, ну, потому что этой проблемы нету. Никто не заставляет брать кредиты. Но, если вы хотите, вы можете их брать, да. Номер пять в моем списке – это большие чаевые. Значит, очень много людей сокрушаются, что вот в Америке такая проблема, уже очень большие чаевые, ну, это 15-18-20-22 процента. Значит, ну, опять же, во-первых, чаевые все-таки не в Макдональдсе. То есть, если вы идете в ресторан, вы и так, как бы, ну, потребляете услугу, которая стоит больше, чем, как бы, ну, ее себестоимость. То есть, это уже, как бы, ну, грубо говоря, это понятно, что больше-большая часть ресторанов – это такие, ну, грубо говоря, столовые, да, просто с обслуживанием. Это не то, что это какая-то суперроскошь, но все-таки вы не по минимуму платите. Вы платите за сервис и так, поэтому чаевые, когда вы заранее знаете, а если вы в Америке не туристы, прожили хотя бы месяц, вы уже прекрасно про это знаете, что в Америке дачи и вы большие, поэтому вы идете в ресторан, вы планируете свой бюджет. И, опять же, если вам нужно планировать свой бюджет, может быть, вам не нужно ходить в ресторан, ну, потому что просто зачем? Ну, вы и себе настроение испортите, и потом будете жаловаться, что большие чаевые. Вот. И да, то есть, если вы приходите в ресторан, покупаете, там, я не знаю, много всякой вкусной и дорогой еды, да, вам потом надо оставить чаевые. Но, опять же, если вы их не оставите, наверное, на вас просто посмотрят, наверное, может, у вас спросят, что такое, почему не понравился сервис. Ну, потому что, опять же, чаевые – это возможность показать, просигнализировать ресторану о том, что вам что-то не понравилось. Но вы скажете, у меня нет денег. Ну, наверное, и вас не забьют, вас, наверное, не сдадут в полицию, я думаю. Возможно, вам в конце еще раз будут просто в этом месте не рады. Но, повторюсь, ресторан – это, скажем так, некоторое… Ну, не мысли, что это роскошь, но это, скажем так, не первая необходимость. Вы хотите поесть? Ну, идите в Макдональдс, там никаких чаевых нету. Вы хотите поесть? Идите, купите в магазине за 2 доллара, значит, 2 этих таких куска свинины, и пожарите себе дома, и съешьте, и вы будете сыты, и все у вас будет прекрасно. Поэтому, если вы идете в ресторан, да, это дополнительные расходы, но, опять же, это же не сюрприз, это известное дело. При этом очень удобно, можно заплатить чаевые за, значит, с кредитной картой, то есть вы расплачиваетесь картой, вам приносят чек, вы в чеки вписываете, сколько вы хотите от чаевых, и так далее. Вот, ну и, вот, честно говоря, вот, вот, рука-лицо, что называется, в видео-одном видео, девушка рассказывала про такой, как бы это сказать, трюк, когда, как здорово, что, типа, с русских карт не списываются чаевые в таких случаях, то есть они потом уже не дают, как бы, ну, провести вторую транзакцию, ну, прекрасно. Вот, но, на самом деле, я не понимаю, ну, опять же, ты идешь в ресторан, ты, ну, я просто не понимаю этой логики. Ресторан – это место, где ты тратишь деньги не за еду, а за, ну, не только за еду, а еще и за сервис. Логично, что это чего-то стоит. Ну, и, опять же, в тему чаевых, то есть это не только рестораны, вот такая, допустим, жалоба была, что в Америке, допустим, в гардеробе, в корпусе чаевых, ну, как-то, или полагается давать чаевые, но я, конечно, человек простой, и я, поэтому, может быть, за полтора года в Америке ни разу не был в заведении, где у меня вообще, где был бы гардероб, да, вот. Не говоря о том, что тут вообще в большей части Америки, как правило, тепло, и в гардероб особо нечего задавать. Опять же, гардеробы, видимо, есть в местах крайне пафосных и дорогих, поэтому, ну, логично, что там, как бы, люди не бедные. Тут другая проблема, что, вот говорят, вот, чтобы ты чаевые, нужны наличные, допустим, гардеробщику, да. Но, опять же, носить с собой наличные, это что, сюрприз? Опять же, если вы турист, и вы приехали и попали в такую ситуацию, да, я все понимаю, но если вы живете в Америке, в чем проблема, это невелика проблема запомнить. Например, я, многие так не делают, ну, вот я так делаю, я даю чаевые заправщикам, это я еще в свое время начал делать в России, там давал 10 рублей, когда мне машину заправляли, но там это было не очень распространено. В Израиле я давал чаевые, как правило, когда машину заправляли и вешали вот эту пробку на такую вешалочку, ты открываешь дверку, за которой пробка бензобака, на этой дверке есть такая вешалочка, на которую пробку нужно вешать. И в Израиле большая часть заправщиков этого не делали. Меня это жутко бесило, но, соответственно, те, кто делали, тем я давал чаевые. В Америке то же самое. Ну, правда, в Америке, в штате Нью-Джерси, это, наверное, единственное место в мире, где ты на заправке не имеешь права заправлять свою машину сам, поэтому за тебя и заправляет заправщик. И, в принципе, поэтому в Нью-Джерси особо как бы никто им чаевых-то, видимо, не дает, потому что, разумевается, что все включено в цену. Ну, вот я даю, если они вешают значит эту штуку на вешалочку. И да, у меня в машине как раз для этих целей, чтобы мне самому не было некомфортно, потому что я привык давать им чаевые. У меня лежит там 2 доллара на всякий случай наличными, потому что вот я знаю, что такая ситуация может быть. Вот. И самая такая веселая тема это вот сотрудники туалета. То есть, звучит странно, да? Короче, в Америке в дорогих местах, ресторанах всяких, там в туалете, как правило, стоит человек, который там, не знаю, подает вам полотенце, протирает там воду, пролившуюся там, ну, на раковине и так далее. То есть, и ему тоже как бы принято дать 1-2 доллара, наверное, чаевых. Ну, да, я понимаю, что может быть кто-то ходит в туалет без денег. Не, ну, я на самом деле не шучу, особенно может быть дамы, да? Вот у меня кошелек в кармане всегда лежит, а там с девушкой в вечернем платье, вот может у нее действительно нет с собой чаевых, и это, пожалуй, единственная ситуация, когда может быть что-то некомфортно она себя будет чувствовать. Но опять же, если бы вы не дали человеку, этому сотруднику туалета чаевые, я не думаю, что вас выгонят из ресторана или будут там как-то материть, особенно если вы ему скажете спасибо, извинитесь, вот скажете, что, к сожалению, с собой нет денег. Или там перед выходом из ресторана вы вернетесь и дадите ему два доллара уже, когда у вас будет кошелек с собой, например. Ну, как вариант, если вам хочется ему дать чаевых. Вот, поэтому я не вижу проблемы с чаевыми. И да, еще упоминают проблему с чаевыми в такси, что, мол, тоже требуются чаевые, что небольшие, но я, честно говоря, не сталкивался, я в такси как таковом ездил всего один раз и, ну, я сколько-то дал, я не помню, два доллара, поездка была десяти долларов, я не помню, честно говоря, но в Uber ты всегда можешь выбрать после поездки сколько дать чаевых, не хочешь же давать, не давай, кто же тебя заставляет. Но, опять же, если это как бы в прятке вещей в обществе, то почему не дать и нет здесь в моем понимании никакой проблемы. Бонусным минусом сегодня будет, пожалуй, самый прекрасный минус, вот, я его видел в каком-то видео, ну, я искал, когда готовился, значит, видео с минусами и наткнулся на видео какой-то девочки, ну, русской, которая живет в Америке, она школьница, не знаю, может, седьмой, восьмой класс, но просто она, что-то сделала мой день, потому что это настолько, это как бы незначительный минус, но это настолько правда, что вот я это включу в бонус и, значит, минус этот такой, ты открываешь кошелек, а деньги там все одинаковые, и да, блин, они все зелененькие, ну, понятно, плюс-минус, там вот эти, там, по-моему, двадцатки, полтинники, сотки, они чуть-чуть более развеселые, но, во-первых, практически никто не носит с собой сто рублевые, сто долларовые купюры, да и, ну, полтинники может быть, но, во-вторых, да, ты открываешь, блин, они все одинаковые, они все одинаковые, ну, на самом деле, конечно, если там вы в световом каком-то месте находитесь, посвященном, то проблем быть не должно, а вот если вы, я не знаю, там, в баре с темным освещением, то да, у вас будут, возможно, некоторые трудности понять, это там десятка, двадцатка, полтинник, или что-то еще, вот, ну что ж, на этом это видео я буду заканчивать, большое спасибо, что смотрели, всем пока!